Всех приветствую на канале NonamEasy и мы продолжаем проектировать нашу теплицу из металлоконструкции. Остановились мы на том, что собрали все фермы и теперь нам необходимо сделать основание под эти фермы. Давайте зафиксируем, вернее посмотрим, выступает ли здесь у нас. Здесь труба у нас не выступает, следовательно мы сейчас на 5 мм вот эту боковую трубу также пододвинем, потому что мне кажется 5 мм ровно у нас здесь разница. Так, и двигаем на 5 мм против оси Z, минус 5, без копирования, нажали галочку, отлично. Все, теперь здесь у нас все вровень, а даже не вровень, смотрите, у нас труба выступает за обвязку нашу. Я вообще предлагаю удалить сейчас обвязку и заново ее сделать по новым нашим схемам. Давайте так и сделаем, она у нас ни с чем, по-моему, не завязана, насколько я знаю. Давайте сейчас попробуем просто ее удалить, посмотрим, будет ли ошибка. Слишком много изменений нужно делать для того, чтобы в нее играть, и она уже надоела. Вот видите, у нас даже ошибки не вылетело, значит, она ни с чем не была завязана. Тогда, чтобы не тянуть, мы удаляем уже наши связи, они нам тоже сейчас не понадобятся. Мы будем делать уже настоящие тросы с вами и вставлять их в наш каркас. Тоже удалили, тоже они никому не мешают. Теперь что мы будем делать с прогонами? С прогонами очень интересная история, как мы здесь будем придумывать и обходиться с вами. Потому что вот в этом месте и вот в этом месте прогон должен быть в двух плоскостях. Начнем с легких прогонов, развернем их четко под ферму. А вообще, что мы будем с легких? Давайте их тоже удалим. У нас сегодня удаляльный день. Удалили прогоны. Они нам сейчас больше не нужны. Все, ошибок нет. И вот один прогон. Говняненький остался. Мы его тоже сейчас удалим. 40 на 40 на 3 труба. Из которой он сделан. Два варианта. Простой вариант. Мы просто прогоны сверху делаем. И тогда у нас очень удобно получится с вами и легко состыковать наш поликарбонат. Либо делаем между ферм. Тогда очень трудно у нас получится стыковка поликарбоната. Но в этом случае у нас пространство будет меньше задействовано. Но мы здесь не гонимся за пространство, а за удобство. Правильно с вами? И поэтому выбираем самый наипростейший способ. А наипростейший способ будет сверху ферм положить эти прогоны. Итак, для этого что мы делаем? Мы разворачиваем перпендикулярно фермом. Давайте здесь, чтобы было понятно, прямо отрисуем 2D эскиз. Так, прогоны у нас 40 на 40 на 3. Следовательно у нас отступать будут они. На 20 миллиметров. Здесь 90 делаем. Кошка пришла. Луна, вали отсюда. Вали, сказал. Трется модем. Ладно, 20 миллиметров. Дальше. Откладываем прямую. И здесь откладываем прямую. Сейчас мы с вами делаем сразу прогоны. И подстеновой поликарбонат. Блин, что-то мне уже на мышку село. Извините. Ать, вали отсюда. Так. Здесь сделали. С этой стороны теперь точно так же все. Откладываем. 90 градусов. Если не откладывается, то мы отмеряем. И делаем 90 градусов вручную. 90. Откладываем 20. Отлично. И здесь делаем отрезок. Снизу так же 20 миллиметров. И отрезок. 20. Обрезаем ненужные хвостики. И у нас получилась плоскость кровельных и стеновых прогонов, которая будет у нас идти по всему зданию. Теперь следующее действие. Откладываем по прямой наши прогоны. Выходим из этого эскиза. Он нам больше не понадобится. А, нет, понадобится еще. Вернемся в него еще разок. Сейчас покажу, для чего он нам понадобится. У нас прогоны были где? Вот здесь, да? Посередине. Шагом 2 метра, насколько я помню. Поэтому откладываем вот здесь, что у нас будет середина прогона. По идее, нам надо было сопоставить вот эти три линии осевые и средние из них, и был бы прогон. Но в теплице временной, летней, нам это не надо. Так, ну вот, в принципе, все. Два места мы обозначили, теперь делаем следующее. Откладываем. По трехмерному эскизу вдоль оси Z наши прогоны. Здесь, потом один здесь откладываем. Посередине этой линии. Один теперь в конце линии откладываем. Отложим его ниже, чем стыковка фермы с колонной. Теперь один откладываем по низу фермы. Один в середине, где мы отметили. Отлично. И один чуть ниже в коньке. Вот и все. Так, эти два у нас задействованы. Самое оптимальное. Что мы можем здесь сделать? Мы можем здесь также начертить 2D эскиз и замкнуть. Но мы это делать не будем. Поэтому, что мы делаем? Мы делаем следующее. Откладываем следующие. Линии. По оси Z. Здесь чуть ниже. Эти мы, которые синие, отрезки мы их с вами сейчас сделаем черными. Здесь также откладываем. Здесь у нас есть. Прямо по низу возьмем. Хотя надо было не по низу, но ничего страшного. Трубу пододвинем. Здесь единственная точка посередине. Есть. Сделали отрезки. И теперь... А, вот еще у нас один отрезок, который мы не сделали. Теперь все. У нас получается 3 прогона стеновых, 3 прогона кровельных. И так по каждой стороне здания. Что мы дальше делаем? Дальше мы откладываем здесь расстояние отсюда. Досюда по вертикалке. А, здесь у нас 20. Нам надо вертикальное расстояние поймать. Чтобы поймать вертикальное расстояние, мы должны сделать следующее. нажать анализировать, измерить и ловим здесь от этой грани до начала. У нас получается нормальное расстояние порядка... Не отложилось нормальное расстояние по высоте... А, вот, у 18, 84. Нам нужно 25 где-то. Поэтому, что мы делаем? Где-то 10 миллиметров не хватает. Здесь делаем 60 плюс 10. 70 миллиметров есть. Здесь, что мы делаем? Здесь что мы делаем? Здесь мы делаем... Можно оставить 25 где-то. Потом посмотрим. Середина здесь остается. Здесь также откладываем 25 по коньку. И здесь откладываем 25. Так, середина остается. Здесь мы откладываем 25 с вами договорились, да? А здесь 70. Отлично. Там осталось, там осталось. Все. На этом мы заканчиваем. Единственное, мы можем, чтобы быть точными, сделать... Укоротить. 8600. Все отрезки сделать 8600. Так, почти мы закончили отрезки. Делать по 8600. Все. Теперь закончили. Выходим из эскиза. Теперь делаем из трубы все. 40 на 40 на 3. Квадратную трубу. Квадратную трубу выбираем. Выбираем профиль. И начинаем откладывать. Так. Сначала стеновые все делаем. Теперь следующую группу выбираем. Делаем с одной стороны кровля. И выпрямляем. Делаем выпрямление по наклону нашей фермы. Следующая группа. С другой стороны кровля. И выпрямление по другому краю фермы. Есть. Ставим галочку. О том, что у нас задача выполнена. Скрываем наш эскиз. 3D и 2D, которые мы нарисовали. Вот у нас готово. Теперь мы делаем отсечение по грань трубы. Хотя у нас и так она, как мы попали, точь-в-точь с этой плоскостью трубы. Да. Ноль у нас. У нас нету ошибки. Ошибки быть не может. Все. Вот что значит потенциал. Да нет. Вот эту трубу мы теперь поднимаем. Давайте поднимем ее на 20 мм. Даже можем. Давайте на 40. Все. Эту трубу мы подняли. Что мы делаем здесь? Здесь у нас отлично получилось. А вот эта неотличная труба. Делаем вид перпендикулярный. И смотрим. Вот эти трубы у нас отлично прям получились. А вот эта труба у нас самая косячная. У нас должна быть вот эта точка, выступающая западлицо с вертикальной стеной. Поэтому мы двигаем эту трубу. Двигаем. Выбираем трубу. Нажимаем. По какой линии двигаем. И начинаем двигать. В минус 10 уходим. В минус 20. Да. В минус 25. Отлично. Не выступает. Следовательно, эту трубу мы также двигаем на 25 мм. Обозначаем линию, по которой мы двигаем. И прописываем 25 мм. Все. Делаем заглушки на наших трубах. Из двоечки. Выбираем, чтобы заглушка была... Убирала толщину трубы нашей. И не выступала дальше, чем сейчас она есть. И выбираем... Наши трубы. Если кому-то нужно, чтобы была фаска, делаем фаску. Ставим галочку обработка углов. Делаем... Ставим фаску и делаем 3 мм. Теперь выбираем все грани наших труб. Наших прогонов. Так. Почти что готово у нас. Нам еще с той стороны надо сделать так, что всего 50% готовности. Но не будем делать все в одном. Поэтому ставим здесь заклепку. Ставим галочку. И переходим на другую сторону. И тоже самое процедуру повторяем для этих труб. ВеселаяAI. И теперь вверх. Продолжение следует... Так, ну что ж, у нас продольные все прогоны теперь сделаны, да, нам останется сейчас сделать торцевые прогоны, да, по этой плоскости, и можно уже будет двигаться дальше. На этом наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, пока!